Безусловно, Карл Фейерберн является отличным снайпером. Недаром его приключение под названием Снайпер Элит разошлось аж на 4 части. И ведь это еще далеко не финал. Но если отбросить все стереотипы и то, что игра называется Снайпер Элит, можно посмотреть на игру под совершенно другим углом. Можно ли пройтись уже Снайпер Элит 4 без использования снайперской винтовки? Задумка достаточно интересная, поэтому решил ее опробовать. С вами, как обычно, Спектр и это рубрика необычных прохождений игр. Пока мы не начали, заранее благодарю вас за ваши лайки. Дамы и господа, не забывайте их ставить и подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, потому что видеоролики выходят ежедневно. Если у вас есть какая-нибудь тема для интересного прохождения, пишите ее, пожалуйста, в комментариях. Итак, надеюсь, что вы усилились поудобнее, потому что мы с вами незамедлительно начинаем. Итак, в первую очередь обговорим основные детали. Во-первых, я буду проходить только основную сюжетную линию Снайпер Элит 4. В основной сюжетной линии Снайпер Элит 4 присутствует 8 заданий. По каждому из них я пройдусь и буду рассказывать, каким образом проходил то или иное место. В вооружении Карла Фейерберна будет присутствовать всего лишь два оружия. Для раш-тактики я буду использовать автомат, для стелса я буду использовать пистолет. Перед тем, как приступить к первой миссии, давайте обговорим экипировку. А именно, так как это будет НГ+, ну потому что игру я уже проходил, давайте обговорим перки, которые я буду ставить. Ускоренное восстановление пульса, улучшенный поиск боеприпасов, улучшенный бинт, уменьшение урона от взрывов, замедленное учащение пульса и расширенный боекомплект. Как видите, предпочтение я отдаю именно Лауду, с которым придется столкнуться больше, чем со стелсом в этой игре. Итак, теперь разберемся с первоначальной экипировкой. Естественно, я взял себе несколько аптечек, бинт, ручную гранату и динамит. Снайперка может быть абсолютно любой, я оставил ту, с которой проходил последний раз снайпер Лид-4. Автомат я решил взять МКБ-42, просто почему бы и нет, тем более он у меня был не прокачен, а сейчас самое время. И пистолет ХДМ, полуавтоматический с установленным глушителем для стелса. Ну и конечно не будем забывать о том, что самое главное это подобрать правильный скин для персонажа. И именно здесь в ход идут DLC. Так как у меня имелся сизен пасс, я решил взять перса в гилике. Ну, просто почему бы и нет. Итак, с экипировочкой разобрались, пришло время приступить к прохождению. Итак, в начале я решил пропустить обучение. Насколько я помню, в обучении нас будут заставлять стрелять из снайперской винтовки, поэтому этот момент мы сразу же пропускаем. Первое задание называется «Остров Сан-Селини». Суть этой миссии заключается в том, что Карлу нужно устранить четырех немецких офицеров и офицера Шмидта, который располагается в другом конце карты. Для начала я решил поискать в настройках, есть ли клавиша, отвечающая за выброс оружия. К сожалению, я такой не смог найти, поэтому делаем следующее. По возможности использую пистолет для того, чтобы придерживаться стелс-механики и начинаю прорываться вперед. Кстати, не забываю и о том, что в игре присутствует бинокль, который очень сильно поможет в обнаружении противника. Также преимущественно в игре желательно убивать немецких офицеров, чтобы после обыска находить данные о патрулях, которые сразу отмечаются главному герою во время геймплея. Первую миссию я решил пройти лаудом. Спросите почему? Я хотел проверить, насколько сложной становится игра, если ты будешь плевать на стелс-механику и будешь рашить до другого конца локации. Спойлер, это закончилось не очень хорошо, потому что вражеские немецкие солдаты используют в своем вооружении винтовки, и, как вы понимаете, перестрелять их с автомата – дело такое себе. Поэтому, умерев разок, я решил переработать тактику. Ключевой особенностью снайпера ЛИТ-4 является искусственный интеллект. Ох, знали бы вы, как сильно я орал просто над этим искусным интеллектом, когда ты сеешь панику среди отряда, и они начинают бегать по укрытиям. В это время ты сидишь в кустах, у тебя за спиной висит снайперская винтовка, и тебя не видят. И всего лишь достаточно дождаться, когда немецкий солдат сядет за кого-нибудь укрытие, и ты вешаешь ему хэдшот с помощью пистолета ХДМ. Очень интересная и захватывающая вещь. Итак, для того, чтобы добраться до Шмидта, я решил спуститься вниз и немного застелсить. Убил немецкого охранника, при этом спрятал его тело в кусты. И, честно говоря, я этим пользовался буквально две миссии, потом просто забил на. Для того, чтобы добраться до Шмидта, нужно было подготовить себе небольшую зону, в которой Карл сможет чувствовать себя спокойным, и я буду спокоен, что меня никто не заметит. Расправлялся со всеми по стелсу, плюсом немецкого офицера умудрился убить с первого раза, поскольку тот курил недалеко от моего местонахождения. Расчистив тем самым всю площадку от немецких солдат, я стал продвигаться к вилле, используя кусты в качестве прикрытия. Солдат в особняке, конечно, было очень много. Часть из них находится за воротами, часть из них находится внутри. Здесь мне повезло, поскольку Шмидт формально сам пришел к Карлу, и с его устранением не возникло никаких проблем. Правда, после этого я немного нарушил тревогу, но сумел расправиться с другими солдатами и спокойно скрыться, чтобы добить оставшихся двух офицеров. Всецело с первой миссией особых проблем не возникало. Здесь самое главное — это разбираться с офицерами раньше, чем ты пойдешь к Шмидту, поскольку всю нужную информацию вы соберете именно у них. Никакого особого снаряжения я не использовал, добиваю последнего немецкого офицера и скрываюсь на лодке, которая находится в 10 метрах от Карла. Статистика прямо сейчас у вас на экране. Первая миссия проходится без снайперской винтовки вполне легко и стандартно. Вторая миссия называется «Деревня Бетанти». Первый случай, когда основным заданием в данной миссии является убийство немецкого снайпера. Кстати, который располагается буквально в 100 метрах от нашей зоны высадки. Первым делом необходимо было обойти немецкого снайпера, поскольку если он тебя засечет слишком рано, то поднимется тревога. Разбираю с первыми двумя солдатами и стартую свой путь с порта. Здесь опять же я по стелсу начал расправляться с подкреплениями противника, а затем решил войти в город, для того, чтобы выполнить задание с поиском партизан. Кстати, в штабе этих самых партизан находятся еще боеприпасы, которые я успешно пополнил главному герою. В самом штабе мы узнаем о местоположении партизанки, которое нужно было спасти Карлу. Пробиравшись такими темпами через город, я решил выйти через левую сторону. Немецкого снайпера такими темпами я решил обойти по стелсу. Да еще и помним о том, что немецкого снайпера будут охранять несколько немцев, с которыми 100% придется разобраться. Итак, та самая башня. Немец помечен, он нас не палит, забираемся наверх. Здесь произошла достаточно странная ситуация. Я начал забираться наверх, повис на этой самой цепочке и ему приспичило подойти ко мне. Вы просто посмотрите на эту картину. Стелс элемент в деле. Выглядит довольно интересно. В общем, я дождался, когда снайпер отвернется, залез к нему на башню и устранил его. Ну и затем оставалось только добраться до самой крепости, где нужно было раскидать еще несколько немецких патрулей и заложить взрывчатку на дверь. Тем самым миссия считалась выполненной. Как видите, со второй миссией также не возникало проблем, несмотря на то, что нам предлагают дуэль со снайпером. Да, и еще кое-что. Как вы понимаете, я выполнял далеко не все дополнительные задания, а только те, что попадали под руку. Но это было только начало. Мы с вами переходим дальше. Третья миссия под названием «Мост Риджилино». Первая миссия, на которой мне пригодился динамит, но он появится чуть-чуть попозже. Итак, вначале нужно было пробежать 500 метров для того, чтобы заложить взрывчатку на мосту и уничтожить немецкое орудие. Я решил пойти через низ, через ущелье, которое к тому же было заминировано, поэтому нужно было смотреть под ноги и обезвреживать растяжки, которые поставили немецкие солдаты. Забираясь вниз, я попал в самую гущу событий. Несколько немецких патрулей, несколько кустов. Как вы понимаете, этот момент я решил простелсить. Пробравшись таким образом через ущелье, я стал подниматься наверх по строительным лесам. Опять же, устранил парочку немцев и засек немецкого снайпера, который контролирует мост. Здесь мне маленько не повезло, и как только я начал забираться наверх, во-первых, меня спалил вражеский снайпер, во-вторых, подкрепление, которое приехало на самоходке, неожиданно решило высадиться рядом с моей локацией. А что мне оставалось делать? Я вооружился ХДМом и начал ловить немцев по одному. Поймав тем самым весь патруль, я понял то, что от самоходки в итоге я не избавлюсь. Во-первых, у меня не было хорошего количества взрывчатки для того, чтобы уничтожить самоходку. Во-вторых, несколько противников на мосту пришлось убивать также с помощью пистолета, хотя подходили они не особо-то охотно. Поэтому я беру в руки МКБ-42 и начинаю прорываться через мост к месту установки взрывчатки. Попутно я раскидываю всех немецких солдат, которые стерегут это самое место. Далее Карлу нужно поставить взрывчатку, отойти на безопасное расстояние и взорвать ее метким выстрелом со снайперской винтовки. Кажется, что-то не так, да? Кажется, что-то здесь я не могу использовать в прохождении. Тогда я разработал себе небольшой план. Отойти примерно на 100 метров и подорвать взрывчатку, используя либо пистолет, либо автомат. Для этого мне нужно было добраться до немецкого склада и зачистить его полностью с автоматом МКБ-42. Что я успешно делал, пока в один определенный момент не приехал танк и пришлось сидеть на вышке, пока он не потеряет меня из виду. Примерно через 5 минут данный склад был полностью зачищен. Мне оставалось сделать следующее. С помощью бинокля я стал смотреть, где расположена взрывчатка. Присел на расстоянии 100 метров и начал шить по этой взрывчатке, используя автомат и пистолет. Спойлер, у меня ничего не получилось. Хорошо, тактику немного поменяем. Теперь подходим в упор и ставим себе несколько растяжек. Для того, чтобы выстрелить по ним с безопасного расстояния, соответственно, запустим эдакий эффект домино. Правда, здесь снова возникла проблема. Куча ненужных вещей-перегородок, находящихся на строительных лесах, не позволила мне нормально выстрелить по собственной взрывчатке. Поэтому последним решением стал внутриигровой магазин, через который прямо во время задания, с помощью специальных очков, можно закупать дополнительную экипировку. В качестве дополнительной экипировки я взял себе динамит с таймером. Но здесь была еще одна маленькая проблема. Успеет ли Карл Фейерберн сбежать с моста, пока действует этот самый динамит? Спойлер, да. У меня это получилось сделать. Я взял динамит, поставил на него отсчет на 10 секунд и просто перепрыгнул на другую сторону моста. Этого вполне хватило для того, чтобы мост был уничтожен, Карл выжил и миссия была успешно выполнена. Таким образом, третья миссия проходится без использования снайперской винтовки. Четвертая миссия под названием Порт Лорино. Это была очень сложная миссия из-за огромного количества противников в порту, а также бронетехники, которая патрулирует локацию. Сначала я решил разобраться с капитаном Порта и выкрасть у него разведданные, которые пригодятся мне в прохождении. Но здесь я наткнулся на небольшой грешок, связанный с искусственным интеллектом. Посмотрите, как я стреляю по капитану Порта, и посмотрите, что в это время он попадает по Карлу Фейерберну. Это немного несправедливо, потому что ящик у меня никак не простреливался, в итоге этот придурок просто поднял тревогу на весь порт. Но переигрывать я не стал, раз уж тревога сагрилась, пришлось выпиливать всех, используя автомат. В общем, как я и говорил, на локации присутствует очень много противников. Те моменты, в которых меня еще не засекли, я проходил стелсом. Противники, которые знали о моем присутствии в порту, были выпилены с помощью автомата. Кстати, раш-тактика не всегда была полезной, потому что один раз я погиб от бочки, которая находится рядом с ПВО-системой. Плюсом, в порту присутствуют два снайпера, разобраться с которыми, в принципе, не так уж и сложно. После того, как я нашел данные у капитана порта, выполнил большинство основных задач, я решил зацепить и по бочке, на всякий случай. Проходил их без стелса, выпиливал немцев, как только они подходили ко мне. Нужно было нарабатывать левел для МКБ-42. Более-менее размялся в порту, затем убил немецкого офицера, который находился на моем последнем основном задании, забрал с него документы и свалил с миссии. Пятая миссия называется Монастырь Абрунца. Нужно было устранить аббата для того, чтобы мафия помогла партизанам. Ну что, в этой миссии я решил оторваться по полной программе. На эту миссию я специально поставил перед собой задачу не стелсить, пройти полностью хотя бы одну миссию снайпера или четыре, используя только автомат. И начал это делать с немецкого офицера, которого устранил, получил данные, а затем начал развлекаться. Скажу я вам, егери, которые появляются на локации, и куча немецких солдат не дадут вам спокойно продохнуть. Плюсом, в монастыре Аббата будет огромное количество солдат, через которые стелсом без снайперской винтовки будет пройти очень сложно. Ведь все солдаты находятся в монастыре, патруль они ведут также внутри. И без снайперской винтовки хотя бы поднять тревогу будет очень проблематично. То же самое, как и зайти внутрь. Монастырь также начал рашить, как терминатор. Аптека винтов едва хватало для того, чтобы выстоять против немецких солдат. Но все же один раз решил попробовать, пути назад уже нет. Расправляясь тем самым с немецкими солдатами, я не заметил, как вошел уже в здание, где находился Аббат. Притом, убить его было не так уж и сложно. Раскидав тем самым полчища солдат, я решил отправиться на выполнение второго задания. Задание было связано с устранением немецких солдат внутри замка. Скажу я вам, сразу не поверил в то, что эту миссию можно протестироваться, пока не добрался до этой локации. Вспоминаем совет, который я сказал в первой миссии. Искусственный интеллект снайпера Лит-4 очень странный. Если ты убиваешь солдата прямо перед его носом, они не поднимают тревогу. Они начинают бегать по укрытиям, не зная при этом, где находится Карл. В общем, такими темпами половину замка я выпиливал по стелсу. Вторую половину расчищал с помощью автомата, поскольку меня уже просто поймали. Нет, у меня были, конечно, еще попытки, когда я пытался полностью рашем зайти 1 в 40 солдат примерно в этом замке. У меня ничего не получалось, аптек мне не хватало. А напомню о том, что ты не слышишь звуки игры при критическом уровне здоровья. То есть ты его должен поправлять главному герою. И само по себе оно не восстанавливается до той отметки, когда герой снова сможет слышать. Поэтому подкрепления продолжали приходить, и я продолжал с ними разбираться. Когда зона была очищена, наконец-то задание было закончено. Шестая миссия. Объект Магоцена. Нужно было найти Кеслера, который был ответственен за разработки немецкого оружия для некого бомба. Шестая миссия. Это один огромный плацдарм, тишащий немецкими солдатами. Один огромный завод, который нужно было обезвредить. Собственно, я это и начал делать по стелсу. Первую половину я проходил вполне себе спокойно. Добрался до завода, минуя КПП и патрули противника. На самом заводе было очень шумно, поэтому ничего не мешало мне использовать автомат для того, чтобы расправляться с противниками. Они, кстати, не особо-то и палили Карла. Разобравшись со всеми противниками, я решил отключить питание, что поубавит шуму и вызовет еще одно подкрепление, которое пришлось уже раскидывать именно раш-тактикой. Шестая миссия была осложнена тем, что Кеслера контролирует сразу три немецких снайпера. И еще один присутствует на радаре. Поэтому просто так вы не проберетесь Кеслеру. Нужен был какой-то отвлекающий маневр. Добравшись до радара, который изначально я хотел уничтожить, я наткнулся на проблему. Меня зажали сразу с двух сторон. Первым являлся немецкий снайпер, который выпиливал меня, как только я перезагружался с контрольной точки. Второе, это немецкий отряд, который располагался недалеко от этого радара. Я не мог подняться, чтобы заложить взрывчатку, и у меня не было кодов дешифровки для того, чтобы вырубить радар по стелсу. Поэтому я решил сбежать в самое начало локации для того, чтобы тревога маленько утихомирилась. Пробираясь к ученому, я выпиливал всех солдат по стелсу. Нужно это было сделать для того, чтобы аккуратно выпилить снайпера, который пасет этого самого ученого. Далее нужно было найти самого Кеслера, но я не мог отправиться вместе с ним к выполнению задания, поскольку радар остался цел. На локации присутствовало очень много дотов, танков, радистов и солдат с панцерфауст. Поэтому я решил выпилить очередного немецкого снайпера, который находился рядом с радаром. У меня практически получилось это сделать по стелсу, в конце все же я немного облажался. Однако расчистив тем самым площадку, я наконец-то смог забраться наверх и установить взрывчатку на радар. После его уничтожения рядом с Кеслером проедет еще одно подкрепление в виде автомобилей с солдатами, а также одним немецким танком. К счастью, все это дело можно пережить, если просто спрятаться рядом с этим самым КПП. Они, если что, не останавливаются. Ну и оставалось добраться только до Кеслера, и задание было завершено. Это была очень сложная миссия, поскольку снайперской винтовкой нельзя было пользоваться. Снайперы жмут со всех сторон, немецкие патрули, которые находятся на хорошем расстоянии от главного героя. А тебе постоянно нужно пробираться в гущу событий на своих двоих, ждать отметки в метрах так 20-15, и только потом устранять противника с помощью пистолета с глушителем. Но тем не менее, миссия проходится без снайперской винтовки. Седьмую миссию я решил сделать противоположную пятой. Она называется «Особняк Джови Фьорини». Миссия, которую я прошел всего лишь за 12 минут полностью по стелсу. И, как видите, спалившись уже перед третьим охранником, я решил перепройти миссию заново, поскольку дал себе обещание пройти ее полностью бесшумно. Ну, или практически так. Проходя по левой стороне, я забрался в этот самый особняк ради Ротбауэра. На удивление, охраны оказалось не так уж и много. Да и сам Ротбауэр, тот еще параноик. Услышал выстрел с глушителем, сам же ко мне подбежал, сам же помер, обыскал его, и через второй этаж спокойно свалил обратно. Пробежав тем самым половину локации и уничтожив одну ПВО-систему, я решил добраться до немецкого снайпера. С 30 я решил через КПП, которое находилось недалеко, прошел через лес, не стал выходить на площадь, поскольку там находилось слишком много солдат. Задачу осложняло еще то, что немецкий снайпер имел в своем вооружении растяжки. Подобное мы с вами видели уже в третьей миссии, но здесь они были обтыканы во всем доме. Поэтому нужно было смотреть под ноги и обезвреживать их, поскольку подходим к снайперу в упор. К счастью, с ним особых проблем не возникло. Пара солдат, которая находилась рядом, даже и не поняла то, что снайпера уже нет в живых. И получив информацию о местонахождении разведданных, я побежал обратно к этому самому лесу, где находился бункер Ротбауэра, содержащий в себе несколько немецких солдат. Отвлекая их, расправляясь с ними, проходил задание с ХДМом, поскольку не хотел лишнего привлечения внимания. Добрался до сейфа, спокойно открыл его, затем вернулся на площадь и задание было успешно выполнено. Итого стелс-миссия проходится всего-то за 12 минут. И опять же, миссия, в которой снайперская винтовка вообще не пригодилась. Ну и восьмая миссия под названием «Крепость Аллагры», опять же, разделенная на две части. Карлу Ферберну нужно было уничтожить целый немецкий завод. Первую половину миссии, а именно КПП, опять же, проходил бесшумно. То есть, остерегался главной дороги, пробегал под мостами, использовал кусты в качестве укрытия и убивал только тех немецких солдат, через которых уже не получится пройти. Добравшись таким образом до завода, я решил разгуляться по полной программе. Взял наперевес автомат и начал раскидывать абсолютно всех, кто находился внутри. Солдат было невероятно огромное количество. На удивление, на заводе присутствовало неплохое такое количество снайперов, но выпиливать их было достаточно просто, поскольку никакой открытой местности на заводе не присутствует. Только единственное, я постоянно путался, на каком этаже сейчас нахожусь и где находится переход на следующий уровень. Даже немецкой самоходке уделил немного времени противотанковая мина, а также несколько ручных гранат, которых вполне хватило для ее уничтожения. В общем, такими темпами я разбирался с абсолютно всеми подкреплениями немцев на заводе. Осталось только добраться до радио и отдать приказ о бомбардировке завода. Но здесь возникла небольшая проблема. Антагонист игры Бом соизволил появиться. И здесь мое прохождение немножечко застопорилось. После того, как Бом отпускает Карла и ты добегаешь до смотровой площадки, тебе говорят следующее. Бом взлетает на самолете. Для того, чтобы его уничтожить, нужно стрелять со снайперской винтовки по двигателям. К сожалению, в этом моменте тебе все-таки придется послушаться игру, но не получится у меня с помощью автомата или пистолета пробить целый двигатель немецкого самолета. Ау! Тихо, тихо, спокойно. Все, собрался. Все, собрался. Забираем автомат и раскидываем первых двух немцев, которые штурмуют последнюю комнату. Далее начинаем бежать через завод, который постепенно начинает рушиться, несмотря на то, что приказа об атаке еще даже не поступило. Трубы начинают убивать абсолютно всех немцев, которые встречаются у нас на пути. Самолет бома начинает взлетать, и из него по нам стреляет немецкий пулеметчик. Берем МКБ-42 и начинаем решетить это дело. Насрать на двигатели, насрать на турбины, насрать вообще на все. Мы просто шьем корпус этого самого самолета. Уничтожаем самолет бома. И таким образом заканчивается прохождение снайпера Лит-4 без использования снайперской винтовки. И после этого у меня появляется всего лишь один вопрос. Почему в Стиме есть достижения, связанные с прохождением игры только со снайперской винтовкой, но нету достижения пройти игру без снайперской винтовки? Это очень тупо, и это очень странно. Общее время прохождения вы прямо сейчас видите на своих экранах. Кстати, на удивление, игру прошел довольно быстро, вам так не кажется? Здесь должен быть какой-то финальный вердикт. Я вам скажу следующее. Честно говоря, я не ожидал то, что в игре снайпер Элит снайперка является побочным вооружением. Конечно, без оружия данную игру пройти не получится, из-за финала с бомом. Но мне кажется, что видеоролик получился вполне интересным. Надеюсь, что и вам он понравился. Если это так, не забудьте оценить его пальцем вверх. И подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, потому что видеоролики выходят ежедневно. Если вы хотите прохождение других частей снайпер Элит без снайперской винтовки, просто напишите об этом в комментариях. И туда же предлагайте свои идеи для необычных прохождений каких-нибудь других игр. И зацените другие видеоролики в этом плейлисте, которые же появлялись на моем канале. Ну а с вами был Спектр. Играйте в хорошие игры, играйте с хорошими модами. Услышимся с вами в следующем видеоролике. Всем желаю удачного дня. И всем пока.